телевизор фьюжн 22 дюйма работает но нету звука микросхемка усилителя звука здесь 15 тогда 15 17p посмотрел на входе вот первая девятая ножка звук приходит на напряжение питания это седьмая ножка вот 7 8 вольт ну почти 8 должно быть 12 дальше меряем питание которое приходит с блока питания здесь 7 вольт то есть блок питания не выдает нужного питания он на 12 вольт 3 ампера подключаем другой блок питания нормальный 12 вольтовый и звук появляется вся проблема в блоке питания он не выдает не выдает нужное напряжение сейчас его вскрою и посмотрю может быть отремонтирую плата плата cv 182 lb телевизор fl tv 22 т 9 южен скрыл блок питания и тут видно конденсатор вздутый сейчас поменяю и надеюсь он будет работать в нл конденсатор тут специальное отверстие есть под конденсатор конденсатор 25 вольт полтора полторы тысячи микрофарад у меня нашелся на 35 вольт 1000 микрофарад поставлю его и внутрь телевизора еще поставлю конденсатор 35 вольт на 220 2200 микрофарад пускай будет хуже не будет конденсатор на выходе поменял еще нужно проверить конденсатор сетевой вот этот большой и питание конденсатор питания шим вот этот маленький большой сетевой конденсатор в норме конденсатор питания шим 50 50 вольт 10 микрофарад 4 он показывает это тоже очень много надо его тоже поменять конденсаторы на месте здесь место одного будет 3 нужного номинала я не нашел но только зафиксировать их будет еще клеем чтоб не болтались можно испытывать индикатор светится напряжение 12 3 вольт нормально включил телевизор сейчас померяем напряжение в ходе 1190 нормально на микросхеме 1155 все телевизор работает у кейс осталось только склеить блок питания блок питания заклеил дополнительный конденсатор по питанию в телевизор припаял собрал телевизор и теперь он снова в строю ремонтирую лампочку настольную такую вот светодиодную раскладывающиеся и в общем вот платка со светодиодами и эта платка на коротком то есть вот так и сяк то есть она полностью на коротком все светодиоды соединены параллельно сейчас будем искать где короткая подам на платку 3 вольта и буду увеличивать ток напряжение 3 вольта очень подключая плюс-минус подключил питание питание 3 вольта ток пока на минимуме стоит вот сработала защита по току теперь буду поднимать ток и посмотрим что будет с платкой где короткой по идее должна быть там прогореть или чего не включится давайте посмотрим вот уже 400 миллиампер пока все холодная 1 ампер холодная полтора ампера латка холодная 2 ампера холодная нагрева нигде не чувствуется два с половиной немножко чувствуется разогрев но это наверно дорожки нагреваются светодиод не прощупывается нагрев 3 ампера если поляна поменять те же 3 ампера все диоды что ли сгорели и равномерно на себе берут ток 4 ампера платка уже полностью разогрелась что какой-то один светодиод сильно разогревается они вроде все равномерно разогревается с этой стороны самый большой нагрев вроде поменьше а вот здесь больше всего и уже держать тяжело так и непонятно что с ней скорее всего все светодиоды на коротком разрезал дорожки получились три отдельные цепочки и в общем все три цепочки звонится на коротком скорее всего сейчас вообще один светодиод отрежу вот один светодиод отдельно на коротком и тут все тоже на коротком фонарике стоит примитивный аккумулятор свинтовый когда его открыл тут был оторван провод его и получается что импульсы тут примитивный блок питания через конденсатор сделан импульсы высоковольтные скорее всего попали на светодиоды и они все померли разом то есть все закоротились но на вид они выглядят нормальные так что фонарик этот уже можно просто выкинуть тем более аккумулятор уже тоже дохлый аккумулятор я пробовал заряжать он уже тоже дохлый в общем это все в корзину автомобильный насос качать колеса сам насос качает а фара вот здесь вот 3 4 светодиода фара не светит включаем он не светит иду все нормально никаких повреждений в общем померил мультиком и оказалось что плюс-минус которые входят насос они перепутаны то есть полярность не так насос насосу без разницы какая полярность он будет работать а а светодиоды в другой полярности не работают плюс минус сейчас подключу по-другому поменяю полярность и должно все работать видимо провода которые в розетке вот здесь не перепутаны все работает надо разобрать розетку и поменять провода местами плюс-минус 12 вольт розетку провода перекинул теперь она правильно на боковые минус а на центральный плюс насос работает и фонарик тоже работает еще прихватил провод на стяжку отсюда чтобы он тут не болтался и не сломался